Сегодня в Новочебоксарске открылся детский технопарк «Кванториум» о его возможностях в сюжете Дмитрия Ковалева. Вот так открываются двери в мир науки. У красной ленты круглые отличники, призеры Олимпиад. Ребята готовы покорять новые высоты. В наш храм науки! Поднимите ленты, поднимите и туда покажите. Как создать микрочипы с деталей масштабом в 20 нанометров? Уже скоро ребята освоят и эту науку. Лаборатории «Кванториума» оснащены самой современной техникой. Среди наставников – преподаватели ведущих вузов республики и специалисты предприятий. Главная задача – развивать у школьников инженерные компетенции. Изначально берется кремний, из него нарезаются пластины. И как раз эту архитектуру мы видим на экране, что проводником выложены различные дорожки. В хай-тек-лаборатории лазерные станки и 3D-принтеры. Из распечатанных деталей ребята планируют собрать робота-гида. Который должен будет отвечать на вопросы, типа, сколько «Кванториумов» есть. Гидом по республике для иностранных туристов станет и мобильное приложение. Эту программу в следующем году намерены создать в лаборатории «Кванториума». Но пока прогуляться по виртуальному миру, ребята могут с помощью специальных очков. Видишь? Глава региона отметил, что детский технопарк должен стать полигоном для экспериментов и новых проектов. Учебная программа уже началась. И чтобы не мешать ребятам, здесь просят разговаривать только в полголоса. Прямо сейчас в этой лаборатории изучают основы солнечной энергетики. Сколько там сейчас КПД? 4 ватт. Когда солнечные световые лучи попадают на всю площадь панели. Детский технопарк в городе «Спутники» создали в рамках национального проекта. Из федерального и регионального бюджетов направили более 100 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что это инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов для экономики. Чтобы в этой конкурентной среде вы были самыми умными, самыми подготовленными людьми. Высокотехнологичное дополнительное образование вскоре будет доступно не только жителям крупных городов. В ближайшие годы в республике создадут и три мобильных кванториума, благодаря которым изучать точные науки будут и жители отдаленных от столицы региона муниципалитетов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.